Друзья, приехали в управление Роспотребнадзора по Тульской области экзаменовать должностных лиц Маркова и Шарапова, а также вручать им приговор, который обжалованию не подлежит. В составе экзаменационной комиссии Роман Рябикин, мое право, Макс Казанцев канал Максим проверит. Ну вот сейчас посмотрим, как они к нам выйдут. Я Максим, я пошел на клеща. Что, ты первый закончишь? Да, да, да. Здравствуйте, на клеща. Именно 2 минуты. Что вы? В лаборатуре на клеща. 552 позвоните. А что звоните? Пройти просто, а сдать его. Ах, вы какие быстрые. Да. Давно не были у нас? Давно, с лета. Вот, с лета тем более. Сейчас все изменилось. Сейчас за вами приходят. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Понятно. Здравствуйте. Экзаменационная комиссия Маркова и Шарапова нужны. Должностные лица управления. Это протокол, да, по воде. Я помню. Сейчас посмотрим. Маркова, сажать. Сейчас, сажать. Сажать. Экзаменовать. Экзаменовать и со СМИ прибыли. Вот, пожалуйста, в списке звоните. Нет, нет, нет. Это ваши должностные обязанности входят. Будьте добры, пригласите должностных лиц. Я охрана. Все правильно. А вы здесь зачем? А вы что охраняете-то? Вот она слизкой для полотенца. Ну, а вы здесь зачем сидите-то? Я охрана. Охраняю. Что именно вы охраняете? А мне это так охраняю. Вместе с передовом. Нет. Будьте добры, пригласите должностных лиц. Маркову и Шарапову. Отпеть снимать. Я поняла, кто их снимает. Все нормально, говорим. Ага. Пригласить, пожалуйста. Зовяться нечем. Я не понимаю, что это за граждане. Отручил здесь уборщица. Кто вам сказал, что не уборщица? Все, я понял. Без денег. На Украину хотят поехать. Страшно, очень страшно. Да. Повестки выписывайте. Роспотребнадзор стал военковым. Вы здесь не делаете ничего темы. Вы не надо нам с вами шутить. У вас прорыва народу. И я работаю 25 с отсутствием. Спокойнее, спокойнее. Спокойнее. Скажите, а в каком вы звании, я не разбираюсь. Это ефрейтор, да? Товарищ ефрейтор, перестаньте, пожалуйста. Вот, друзья, живой пример. Ефрейтор на пропускном пункте по отношению к гражданам проявляет чванство, безразличие, грубость. Мы видим, что гражданин стоит, общается, да, с кем-то ожидает. И такое отношение совершенно некорректное. То есть идет в разрез, в нарушение должностных обязанностей вот этого ефрейтора. Тут какие-то граждане, какая-то Украина там что-то говорят, пугать начали тут нас. Вы нам еще АКС-74 в руки сейчас дайте, я не знаю. О, а пойдем пока в надзор за ним поздороваемся. Давно не были. Здравствуйте. Роман Владимирович Рябикин. Со мной Макс Казанцев. Экзалюционная комиссия. В составе Роман Рябикин «Мое право», Макс Казанцев. Прибыли экзаменцировать должностных лиц Маркова и Шарапова. Возьмите, пожалуйста, чтобы мне позвонить. Вот там ждите, Маркова и Шарапова в коридоре. Возьмите, двои, пожалуйста, или вы можете позвонить. Будьте добры, через часик, через килтора, пожалуйста. Ладно? Возьмите, пожалуйста, вот там. Пожалуйста, все прошло, да? Пожалуйста, сюда. А что случилось, так вы агрессивно, прям рукой, пожалуйста, сюда. Мы что, причиняем вам какие-то неудобства? Вот, друзья, отдел организации надзора. Пастухов Александр Викторович, ведущий специалист-эксперт. Тихонова Наталья Георгиевна, ведущий специалист-эксперт. Прускурьков Алексей Викторович, главный специалист-эксперт. Меркулова Виктория Николаевна, старший специалист первого разряда. А ты видал Тихонова сразу? Беги, Лес, беги! Вдруг вторую награду дадим? Две награды лучше, чем одна в два раза. В принципе, по большому счету, ей вынесен приговор, который обжалованию не подлежит. Который квалифицируется как ЧМО, черную метку общества. В принципе, я у нее видел, что у нее наличитует на стали. На груди, на груди, не заметил, висело? На груди был, да? Да, да. Все, точно, точно. Это присвоенный приговор, который, в принципе, данное должностное лицо достойно. Раз руководство данного учреждения, орган исполнительной власти, не в состоянии и бессильно в отношении своих подчиненных, должностных лиц, принять какие-либо меры воздействия, тогда, следовательно, остается гражданский контроль. Друзья, по вопросу защиты прав потребителей, причем любые категории дел абсолютно, обращайтесь в юридическую компанию «Мое право» по адресу Горутулу, улица Рогожинская, 18. Офис 209. Как удобно сделали, столик поставили, чтобы к народу не выходить, вот так вот документы передавать. Как вам, Роман Владимирович? Ну, я считаю, что это неправильное отношение к потребителям, гражданам, само по себе. Ну, то есть, за какой-то стойкой выносят, люди наклоняются, расписываются. Давайте еще на стенах начнем расписываться, на полу. Ну, я считаю, не, не, дело не в этом. К вам как могу обращаться? Наталья Юрьевна. Очень приятно. В должности Наталья Юрьевна. Да, может, и прочее. Очень приятно. Меня зовут Роман Владимирович Рябекин, юрист, общественный деятель, блогер, со мной Макс Казанцев. Да и мы просто наблюдаем процедуру, я с ней не согласен. Так, сегодня 20, 11, 22. Видите, мы ввели вот эту вот структуру, что из-за того, что у нас повышенный режим. Чего? Опасность какой? При указ губернатора. Это можно спросить? Да. Так, это все три. Чего-чего? Повышенный режим опасности. Губернатор ввел? Нет, мы очень внимательны, вы снисала, согласись, а мы на операцию, нашелся в сентябре месяц, введенный в Северен. Наша область попала в этот указ, где у нас положение, ну, не шукаю. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Вы понимаете? Я понимаю сейчас. Скажите, а я правильно понимаю, что перед прохождением через КПП, давайте так назовем, что работник, вот, ефрейтор, он производит обыск, прозванивает, то есть, металлоискатель есть. Получается так. Должны быть такие условия примуты, по сути? Я даже не знаю. Вот мужчина с бутылкой спокойно прошел и вышел, ничего не предъявлял. То есть, я правильно понимаю, Наталья Юрьевна, что граждане-то могут представлять опасность, в принципе, да? Нет, пожалуйста, регистрируйтесь, если вы знаете, куда вы идете, вы идете. Ну, понятно. А вот этих граждан почему не пропускают через турникет, выдают, они наклоняются, подписывают там какие-то документы? Почему отношение такое к гражданам? Это же создает неудобства. Или нету специальных кабинетов, где граждане спокойно присели за стол, ознакомились с документацией, подписали бы? Нету, нету таких кабинетов, нету. Вот есть стол, например, стол со стулом. Вот, смотрите, я так считаю, это специально для посетителей. У вас-то какая сейчас проблема? У нас мы прибыли экзаменовать должностных лиц Маркову и Шарапу, и вместе с тем им приговор вручить, приговор, который обжалу не подлежит. А вот ефрейтор не вызывает никак. Там кто, ефрейтор? У меня рабочие деньги, у меня достаточно много работы. Все вопросы, когда вам учатся администрации, я даю. К администрации, да. Это кому? Руководитель организации, если он есть. Вот, он, я снимаю. Не надо, я позвонила на первую цифру, я не съеду свое дело и даю. О, как ефрейтор с должностными лицами органов исполнительной власти общается. Руководителю позвонила, сказала. Отличный. Наверное, сейчас самая руководительница выйдет, который в прошлый раз тут швырялась. Вот, я так полагаю, руководитель выходит. Она? Я так полагаю. Я тоже так думаю, самый главный руководитель здесь. Смотрящий по Роспотребнадзору, управлению. Раньше все списывали под коронавирус, вот, а теперь, значит, вот, под ситуацию, которая в мире, да, наверное, назвать в мире в целом, или как. Вот так вот, друзья, экзаменационная комиссия целая дожидает должностных лиц управления Роспотребнадзора по Тульской области. Маркову и Шарапову. Маркову у нас начальник юридического обеспечения. Шарапову у нас заместитель начальника юридического обеспечения управления. Скажите, а громкость здесь нету? А то тогда получается, что я сам с собой разговаривал. Скажем, что, опять, это, к слову сказать, в принципе, заувалировано, изложено в судебном акте судьи Баранова, советского районного суда города Тулы. Ну, выходит-то, что я сам с собой разговаривал, когда Маркову, должностное лицо управления, проявляло в отношении меня чванство, грубость, неуважение, оскорбление. О, а до этого кнопка не работала, а сейчас работает. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. К вам как могу обращаться? Маргарита Юрьевна. Очень приятно. В должности вы? Алло. Алло, алло, в должности вы? Алло. Алло, Ольга? Алло. Алло. Алло, как слышно меня? Прием. Алло. Вонка связь не работает. Ну да, когда она присоединила, с группой не работала. Вонка связь не работает. Да, да, да. Вот это не работает. Я не знаю, как вы звоните. Врет. Я б даже сказал, пиздит. А, так сначала же... Представил я вас. А вот виза работала. Может быть, одновременно вот так надо говорить? Алло. Алло, Ольга Юрьевна. Алло. Алло, алло. Алло. Да, да, я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам как могу обращаться? Елена Юрьевна. Елена Юрьевна, здравствуйте. Роман Владимирович Рябикин в составе экзаменационной группы. Ожидаем вас на первом этаже. Как слышно, прием. Не поняла еще раз. Роман Владимирович Рябикин, знаете такого? Ну, в суде на свидание встречались. Вот так точно. Экзаменовать пришел. Я на первом этаже жду вас и Маркову. Маркову, вашего руководителя. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? И что? Ну, ожидаем вас на первом этаже. А в честь чего вы ожидаете? Ну, необходимо вам... А на какой причине и на каком основании вы ожидаете? А какая договоренность была? Нет. Конечно, конечно. Это явствует из протокола судебного заседания. А при чем здесь судебное заседание и управление Роскотребнадзором? Ну, вам же сообщали, что мы ранее пребывали. В заседании все решились, вопросы были решены. Ну, мы вас ожидаем. Необходимо увидеть вас и вашего начальника. У меня нет оснований спускаться, поэтому вы напрасно ожидаете. Ну, хорошо, мы тогда к вам сейчас поднимемся. Мы тогда сейчас к вам поднимемся. Мы тогда с временем, но я спускаться не буду. У меня нет оснований спускаться. Ну, вам необходимо... ...дел, которые связаны с исполнением моих должностных обязанностей. Понятно. Вам акт, акт необходимо вручить, который обжалованию не подлежит. У меня нет обязанности спускаться, поэтому вы напрасно, Роман, ждете. Вы напрасно это делаете. Маркову пригласите тогда, Маркову, руководителя своего, вышестоящего. Я не могу сказать, что ее нет сейчас в кабинете. А где она? Ее вызвал руководитель. А, понятно. Как долго ожидать нам ее? Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос. Столько, сколько, наверное, вы хотите ожидать. Понятно. А вы отказываетесь к нам пройти, да? Да, у меня нет оснований с вами встретиться. Понятно. Просто ваши действия будут обжалованы. Все под запись сейчас в настоящий момент. Сбор доказательств. То, что должностное лицо органа исполнительной власти отказывает. Отказывает. Отказывается. Я вам еще хочу сказать. После моего прибытия тогда телефон сделали, громкую связь. Вход в здании только при предъявлении документов удостоверяющего личность. 206 кабинет. Хочу пройти в 206 кабинет. Запишите, пожалуйста, меня. Должностное лицо отказалось выйти. Хочу самостоятельно пройти. Отказались. Отказались. Ну и что я могу делать? Пропустите, пожалуйста, на основании документов удостоверяющего личность. Уведомите их о том, что я к ним направляюсь. Я им уже звонил. Все. Вот документы удостоверяющие личность, пожалуйста, запишите меня. На основании чего? На основании того, чтобы вам они даже спуститься. Это государственный орган? Да. Я могу пройти в кабинет? Нет. Почему? Потому что сейчас такие правила. Такие? Вы должны меня проверить на наличие запрещенных веществ. Записать мои документы. Ничего я не знаю. И проверять я вас не должна на наличие запрещенных предметов. Да ну на! А как тогда люди проходят? Не проверяете их на запрещенные предметы? За ними спускаются, с кого они приходят. И они не проходят вовнутрь? Если нужно, они проходят вовнутрь. Вы их не проверяете? Из денег, который спустился за ними. Нам отказались спуститься. Можно я пройду? Нет. Почему? Потому что я показал вам спуститься. Видите как? Ну, у меня это платилки должностного лица. Ребят, запишите меня, я пройду. Нет. Почему? Я вам сказала уже. Здравствуйте. Мне казалось, в госучреждение можно при предъявлении паспорта пройти. Да, но, друзья, вы все видите, нам отказывают в том, чтобы мы прошли к должностным лицам органов исполнительной власти, а именно к Марковой, Шараповой. А на этот факт нельзя полицию вызвать? Недопущение к органам государственной власти. Влакита, влакита. Нет, ну, просто влакит сейчас будет. О, с надзора должностное лицо. Здравствуйте. 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 Приговор к данному должностному лицу уже был тогда присвоен, вынесен и зачитан в установленные процессуальные сроки. Друзья, действующим законодательством. Дело юридическое. Попробуем 526. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Роман Владимирович Рябикин, к вам как могу обращаться? Алло, прием, как слышно? Алло, да. Александра? Алло, вас плохо слышно? Алло, прием, прием. Как слышно, ответьте, я Рябикин. Да, слушаю вас, Рябикин. Отлично. Я зовут Ольга Александровна, слушаю вас. Ольга Александровна, в должности являетесь? Заместитель начальника отдела. Отлично. Юридического обеспечения, да, наверное? Отдела это так. Отлично. Будьте добры, руководство, вы считая, пригласите, я имею в виду Маркову Светлану. А, дело в том, что я вообще сижу на другом этаже, вам нужно по другому внутреннему телефону позвонить. Тогда к вам в силу положения 59-го федерального закона об обращении граждан зафиксируйте для должностного лица Маркова информацию, что прибыло... Можно это сделать для должностного лица, это возьмите в Орхотдел, наверное, вам нужно позвонить и передать эту информацию. Вы же находитесь на вас, позвоните по внутреннему телефону. Можете позвониться по внутреннему телефону в кабинет Маркова Светлане Сергеевне. Да дело в том, что работник со званием ефрейтор, женщина, зафиксировала, как бы, суть нашего прибытия и доложила, но реакции от должностных лиц никаких нету, вот в чем проблема. Подождите, подождите, товарищ Ребикин, вы мне звоните, я занимаюсь кадровыми вопросами. О! Здравия, кого вы сейчас предлагаете юридическую... У меня есть для вас кадры, у меня есть для вас кадры, 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 да-да-да, кадры. Кадры, кадровые вопросы, да, у нас отдел юридического обеспечения государственной службы кадров. Я понял, понял, у меня кадры для вас есть. Да. Кадры готовы посмотреть? Пять человек есть. Все с высшим образованием. Я понимаю, а мы... Нет, у нас нет сейчас открытых вакансий, в том числе объявлено. Мы слышим, мы слышим, мы хотим посмотреть людей. Я знаю. Зачем не посмотреть людей? Чего, блядь? Хорошо, хорошо. Ну, Марковой тогда позвоним. Я вас понял. Все, спасибо, до свидания. Маркова, Светлана Сергеевна, не кабинет на втором этаже, не другой внутренний телефон. А, и еще я вас хочу уведомить. В отношении нас вызывают ОМОН. ОМОН тут, Ефрейтор сказал ОМОН. Автоматчика вызывают. Если что, помогите, ладно? Зазвонки по внутренней связи. Ладно, до свидания. До свидания. Зазвонки по внутренней связи вызывают ОМОН. Это наш новый уровень. ОМОН. 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 Продолжение следует...